Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического фильма 2003 года – Сумуру. В 2800 году два астронавта с Земли, Адам и Джейк, летят на космическом корабле к отдалённой планете Антар, где, возможно, обитают люди. Ужасный вирус оставил всех женщин на Земле бесплодными, поэтому если миссия астронавтов провалится, то население нашей планеты окончательно вымрет. Через некоторое время челнок достигает Антара, но из-за необычайно сильного притяжения планеты космическое судно терпит крушение. Ребята выживают, однако кусок обшивки корабля ранит Джейка в плечо. Адам помогает товарищу выбраться на поверхность, где обрабатывает его раны. Антар оказывается покрыт бескрайними скалами, а вокруг не видно ни следа растительности. Неожиданно мужчины слышат лай собаки, после чего Адам решает найти его источник. Вскоре астронавт замечает какого-то мальчуга на влохмотьях и с собакой в руках. Парнишка, которого зовут Уилл, кричит «Змееголовый рядом» и убегает. Однако мальчик попадает прямо в руки змееголовых, похожих своим видом на диких амазонок, а пес умудряется сбежать. Адам исследует планету, когда происходит довольно сильное землетрясение. Астронавт связывается с товарищем по рации и просит произвести геосканирование этой области. Адам продолжает свой путь и вскоре выходит к большому храму. Астронавт тайком проникает в здание, где видит множество женщин. Оказывается, этой планетой правят представительницы прекрасного пола, а немногочисленных оставшихся мужчин они заставляют работать в шахтах. В храме жрицы читают молитвы в честь великой богини-змеи. Таксан – могущественный лидер этого религиозного культа, который поклоняется огромной кобре. Однако планетой правит королева Сумуру, которой, похоже, не слишком нравится деятельность Таксан и её культа. Вскоре несколько вооружённых жриц заводят в храм Уилла, который должен стать кормом для священной кобры. Дав, сестра Уилла, которая служит в королевской гвардии, не собирается давать парнишку в обиду и смело нападает на жриц Таксан. Огромная змея реагирует на резкое движение и мгновенно пожирает одну из служительниц культа. Таксан велит убить Дав, однако королева встаёт на защиту воительницы. Между Сумуру и Таксан с новой силой вспыхивает давняя вражда. Но неожиданно женщины замечают прятавшегося в тенях Адама. Астронавт взрывает светошумовую гранату и сбегает издания, так же, как и шустрый Уилл. Адам вместе с Уиллом бегут в направлении космического корабля, когда стрела одной из жриц ранит астронавта в ногу. Двое забираются в челнок, однако Адам чувствует себя всё хуже и хуже, так как стрела была отравлена. Снаружи вновь происходит стычка между королевой Таксан. Верховная жрица хочет прикончить чужеземца, однако Сумуру заявляет, что она правит этой планетой и велит Таксан проваливать. После этого королева с несколькими стражницами проникает на корабль чужеземцев и спасает жизнь Адама, дав ему противоядие. Астронавтов приглашают в королевский дворец на аудиенцию к правительнице. Джейк рассказывает товарищу, что он провёл геосканирование Антара и пришёл к выводу, что планета уже через пару месяцев будет полностью разрушена из-за постоянно усиливающихся землетрясений. Королева зовёт Адама в тронный зал, где чужеземец рассказывает, что он прибыл с Земли, так же, как и все жители Антара за много столетий до этого. Однако несколько веков назад связь с Антаром внезапно оборвалась, а люди на Земле из-за Третьей мировой войны перестали интересоваться отдалёнными планетами. И только сейчас земляне отправили сюда новую экспедицию. Сумуру отвечает, что упоминания о Земле сохранились лишь в их древних легендах. Королева делится, что Антар постоянно сотрясают землетрясения, а жители планеты верят, что это боги гневаются на них. Очень большое влияние здесь имеет культ змеи, который возглавляет Таксан. Верховная жрица рассчитывала занять королевский трон, но граждане отдали предпочтение Сумуру. Теперь Таксан мечтает отомстить и однажды поквитаться с соперницей. Адам пытается объяснить, что вся жизнь на Антаре вскоре будет уничтожена мощнейшими землетрясениями, однако королева не придаёт значения словам чужеземца. Сумуру рассказывает, что много лет назад на планете произошла мощная вспышка смерти, которая убила большинство мужчин. Женщины обвинили их в произошедшем и с тех пор держат власть в своих руках и постоянно истребляют противоположный пол, чтобы не лишиться её. Королева показывает чужеземцу шахты, где местных мужчин используют в качестве рабов. Адам пытается защитить несчастных, но сходу получает по лицу за дерзость и отправляется обратно на корабль. Однако по пути на Адама и сопровождающих его воительниц нападают жрицы Таксан и убивают всех стражниц королевы, а пришельца они забирают с собой. Дав также погибает от полученных ран, а маленький Уил плачет над умирающей сестрой не в силах ей помочь. Адама приводят к Таксан, которая пытается соблазнить мужчину, надеясь, что он примет её сторону в войне против королевы. Чужеземец не успевает ничего ответить, так как Сумуру вместе со своими верными воительницами врывается в покои Таксан и вырубает жрицу мощным ударом. Адам и Джейк пытаются объяснить королеве, что эта планета скоро будет окончательно разрушена землетрясениями. Сумуру начинает прислушиваться к чужеземцам и рассказывает про долину, где находятся огромные космические корабль, на котором, судя по древним легендам, люди с Земли прилетели сюда много столетий назад. Астронавты решают добраться до этого звездолёта, так как их собственный челнок невозможно починить без запасных частей с Земли. По пути ребята отбиваются от преследующих их жриц Таксан, а также освобождают несколько шахтёров из ближайшего рудника, рассчитывая, что те смогут помочь им. Через несколько часов из-за очередного сильного землетрясения погибают несколько человек. Но ребята не сдаются и продолжают свой путь. Группа обнаруживает несколько скелетов мужчин, а Джейк с помощью своего оборудования устанавливает, что все они погибли сотни лет назад от мощного термоядерного взрыва. Королева неожиданно понимает, что речь идёт о той самой вспышке света из их легенд, в которой всё это время они напрасно винили мужчин. Группа продолжает движение и, наконец, добирается до огромного и очень старого космического корабля. Астронавты вместе с королевой и несколькими её воительницами проникают внутрь, пытаясь понять, сможет ли эта громадина снова взлететь. На первый взгляд звездолёт кажется неповреждённым. Вот только астронавты не успевают закончить осмотр, так как появившиеся жрицы во главе с Таксан вновь нападают на ребят. Разъярённая верховная жрица бросается на королеву, но Сумуру даёт сопернице серьёзный отпор и, в конце концов, отбрасывает её на генератор, который бьёт злодейку мощным разрядом электрического тока. Таксан каким-то чудом выживает, но Адам метким выстрелом добивает гадину. Джейку удаётся завести двигатели корабля, который вскоре поднимается в воздух. Королева умоляет чужеземцев спасти своих подданных, и астронавты с неохотой вновь сажают звездолёт, беспокоясь, что повторно он может уже не взлететь с поверхности планеты. Сумуру приказывает подданным подняться на борт, объяснив, что на Антариях ждёт лишь верная смерть. Когда эвакуация завершается, Джейк вновь пытается взлететь. Вот только огромные змеи неожиданно атакуют их судно. Тогда астронавты запускают двигатели на полную мощность, после чего мощные струи пламени превращают гигантскую кобру в обугленную головёшку. А люди берут курс на Землю, надеясь, что гены жителей Антара помогут возродить население нашей планеты. Как вам фильм Сумуру? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!